Я не думаю, что у господина Пашиняна были какие-то очень широкие возможности в Москве. Я не думаю, что коридор деятелей был сколько-нибудь комфортный. Эту встречу организовывала и инициатором ее была Россия. Более того, судя по всему, лично Путина. Это инициатива лично Путина. Ее задача запустить процесс, который являлся бы следствием будущего соглашения 9 октября об окончании войны. В этом заинтересован Путин, чтобы что-то показать. И в некоторых аспектах заинтересован Алиев. Тот аспект, в котором он особенно заинтересован, стыдиво называемый сейчас раскрытием коммуникаций, или как там, открытием коммуникаций, речь идет о коммуникации между Азербайджаном и Нахиджеваном через Мегри. Известная заинтересованность в этом есть и у России тоже, потому что по очень многим, ну, правда, неподтверденным и не очень официальным, но из многих источников, говорится о том, что если этот коридор будет сооружен, то безопасность будут обеспечивать русские, российские. Вооруженные силы, миротворцы, не знаю, как это называть, но и так далее. Повторюсь, возможности добиваться хоть чего-нибудь у господина Пашигана, видимо, не особо было. Он, ну вот, подписана или будет подписана некая бумага, которую, судя по заявлениям, которые делались в Армении, не собирались подписывать, армянская страна не собиралась подписывать, когда туда летел Пашиган. Ну, и тем не менее, вот к этому пришло. Это, на мой взгляд, совершенно не означает обязательно, что все состоится вот в эти сроки, все пойдет вперед, и скоро поезда и автомобили, там я не знаю, что заедут по этому коридору. Но, в общем, повторюсь, возможности для как-нибудь сопротивления у Пашигана явно были ограничены. А возможности для давления у Азербайджана есть. Вот более или менее результат того, что произошло, на мой взгляд, сейчас.